Трампам-пам-пам-пам-пам, Трампам-пам-пам-пам Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает товарища Дональда Трампа служанкой Путина. Кроме того, она считает, что на товарища Трампа должно быть заведено уголовное дело, якобы по его сотрудничеству с Владимиром Путиным. И она заявила о том, что вице-президент США Майк Пенс должен отстранить от власти Дональда Трампа. Друзья, честно говоря, у меня тоже сложилось такое мнение, что Дональд Трамп и Владимир Путин как-то взаимодействуют. Но это мое личное субъективное мнение. Я ведь имею право на свое личное мнение. Вы знаете, США вводят, конечно, санкции против России, но какие-то они вялые. Такими санкциями невозможно победить путинизм в России. Это нереально. Именно поэтому многие американцы считают Дональда Трампа товарищем и что он якобы взаимодействует с Владимиром Путиным. Находится у него на крючке, по-русски говоря. В США уже проводилось расследование двухгодичное, но в результате этого расследования никакого компромата пока на Дональда Трампа найдено не было. Вот сейчас Дональд Трамп призвал своих сторонников двигаться на Капитолий. Сторонники пошли. В результате столкновений с полицией, с ФБР, со спецназом погибли уже на данный момент 4 человека. Много людей пострадало. На 25 человек сейчас заведено 25 уголовных дел по статье терроризм в США. То есть уже очень много людей пострадало. Знаете, я в свое время говорил о том, что видеоблогер не имеет права призывать людей к чему-то необдуманному, к чему-то деструктивному. Я вам напомню, что президент США Дональд Трамп является видеоблогером по сути. То есть у него есть блог в Твиттере, в котором у него 88 миллионов подписчиков. На данный момент Твиттер Дональда Трампа заблокирован до тех пор, пока он не удалит вот эти вот твиты, так скажем, призывающие к деструктивным действиям. Знаете, я вспомнил модель Кинси Волански, американскую модель, которая в свое время выбежала на футбольный матч между футбольными командами Тоттенхэм и Ливерпуль. Это произошло в финале Лиги Чемпионов. Но, знаете, она потрясла своими большими глазами, своей целлюлитной попой на матче. Никто не пострадал, все, наоборот, остались довольны. После этого на аккаунт, на Инстаграм Кинси Волански подписалось, по-моему, или 500 тысяч человек, или даже миллион подписчиков. Но после этого аккаунт Кинси Волански был удален. Справедливо ли это? Ну, я считаю, да. Потому что, ну, извините, это уже какие-то деструктивные действия. То есть, проходит матч, и человек выбегает на матч, начинает мешать людям. Да, конечно, это понравилось подписчикам. Смотреть на голых девиц во время футбольного матча, это, конечно, весело, забавно. Я бы тоже не отказался. Но, тем не менее, это уже какие-то, так скажем, неправильные действия. Футбол несовместим с голыми девицами. Что произошло в США, друзья? Да, безусловно, Дональд Трамп потом записал видео, в котором призвал своих сторонников отказаться от штурма Капитолия, вообще не вступать в конфликты с полицией и так далее. Но, тем не менее, до этого он призывал своих сторонников идти на Капитолий. То есть, по сути, он отказался от своих слов. Получается так. Люди пострадали. И вот, вы знаете, друзья, я считаю, что вот эти действия товарища Дональда Трампа являются основанием для уголовного дела. В принципе, Нэнси Пелоси, она права. То есть, представьте на секунду, что в России какой-нибудь Алеша Навальный или Зюганов какой-нибудь Жириновский призвали своих сторонников идти на Кремль. В результате этой акции будет убито 4 человека и много людей пострадает. Что будет с этими лидерами? Да их арестуют в тот же день. В тот же день и они в СИЗО будут там гнить до тех пор, пока или власть не сменится, ну или они просто там не умрут. Вот это мое личное субъективное мнение, друзья. Я, конечно, понимаю, Дональд Трамп решил последовать совету одного из американских президентов Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин в свое время говорил так. Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. А свобода – это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования. Вот что-то подобное хотел сделать Дональд Трамп, но у него ничего не получилось. Все-таки, друзья, еще самое главное преступление Дональда Трампа, знаете, в чем заключается? Он опозорил вообще смысл демократии. То есть США всегда во всем мире представлялся как оплот демократии. Но мы видим, что это уже не демократия, это уже какая-то охлократия. Это власть толпы. То есть, кого выберет толпа своим лидером, тот и будет президентом США. Друзья, вот у меня складывается такое мнение. Если вы согласны с моими рассуждениями, с моими мыслями, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Если вы не согласны, можете поставить дизлайк, но, пожалуйста, объясните свою позицию конструктивно. И мы с вами вступим в спор, в диалог. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.